всем привет дорогие друзья с вами данила дима и максони естественно и сегодня у нас очередной эпизод мерзких конфеток более известны как ответь или съешь или отравить сам по ума съешь ли умри умри или сдохни сдохни ли погибни хорошо значит мы играем по классической схеме я задаю вопросы нашим игрокам сначала одному потом второму если он не отвечает он должен съесть мерзкую конфетку или не мерзкую может она сладкая попадется им тут как знать как знать давайте камень-ножицы-бумага кто первый отвечает ножницы 1 ножницы давай что ты делаешь всего камень он первый я первый очень хорошо о за тебя вопрос как ты думаешь кто самый низкий оперативник в игре опять что этот был вопрос да не был вопрос мозе не это был не были мозе нет не мозе но мозе было раньше поэтому 0 25 сотых можно тебе зачислить а может быть аруни нет это вообще неправильно как он был раньше а кто вышел аруни на аруни и номер у сизера но относительно это нового относительно милюще вас носить на новое есть давайте закиньте по конфеточке то что уже неправильных ответов прозвучало достаточно мне вроде тоже вкусно у меня вкусно но правильный ответ это я на ее рост составляет сто пятьдесят семь сантиметров а ранее до нее был мозе с ростом 162 знал мозе он знал но я на мой же снимали выпуск смази мне кажется это было на рмл когда я она уже была нет когда этот выпуска не вы мне кажется на рмл вопрос потому что я смотрю на рмл вообще не снимали такого ты смотришь не я с собой ни одного видоса не смотрю я стыдно очень next вопрос для данилы давай про рост опять же за всю историю игр серии rainbow six трейси ву прославилась как главная коротышка среди всех агентов как думаете какой у нее официальный рост кто это трейси ву да ее рост еще ниже чем яны которая 157 сколько у этой барышни утрой но это не сич правильно нет это из всей серии отлично трейси булл я однозначно знаю кто это скейтер дмит у нее рост 100 сколько у я на 57 у нее значит 147 нет 147 ты чего совсем вдруг она 155 получается совершенно верно ты как угадал как ты это делаешь элементарно это ужас это что я получаю один балл и уметь 125 получается 125 как же легко а кто я какая-то такая шляпа выпала не мне вообще что ой мой мой не 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 помню собачий корм вкусно обалденно войден к переходим к следующему вопросу тем временем этот оперативник родом из города также провинция с account которая славится своими лесами и цветочными лугами про кого мы говорим проведь мако что-либо оперативник acum из города тофра я провинций са ка которая славится своими лесами и цветочная луга это обалдеть ты можешь ответить наверно или нет я отвечаю ну сакая родом из тофео родом из сакая с цветами и лесами но это мне кажется почему япония пусть будет хибана нет это неправильно конечно ответ куш конфеты я задумался и подумал дважды если честно потому что я думаю что для милуси либо аруни так и кто это правильно ты сейчас ну давай это будет такая вот такая цвета цвета ну ты но просто я помню трейлер милуси где-то по деревьям лазит у нее там ну аруни там цветочек на логотипе или как это назвать иконки ну давайте я отвечу я отвечу аруни если чего у меня вот да аруни это правильный ответ таким образом он должен схавать еще одну конфетку я конечно а почему больше ты сначала за свой неправильный кушаешь а потом за его правильный кушаешь этот вообще твой должен был ответ и дважды получается обозрался сейчас два раза даешь конфликта у меня был полный рот конфет опять будет я уже не могу так ты пока банкротен это просто съешь и у меня вкусный пока вкусненькая ну первое наверное был барбарис сейчас а сейчас так оцени рецепторами попробуем сопли наверно я думаю вкуснейший для сопли очень вкусно обалденные нормально очень хорошо да значит мы переходим к четвертому вопросу давай четвертый вопрос у аруни есть помощник питомец по имени герой который позволяет и вынюхивать и обезвреживать бомбы что это за животное это вопрос для данила на меня это мне кажется очевидно очевидно но я только двух животных знаю которые могут ну собак наверно нет ничего поросюшка какая-то нет нет ну все значит эти животные есть на какое сейчас нужно по конфетке схавать опять конечно да что ж такое для сладко шляпа полная просто мерзкая как фигня но сколько играем я сам эту херню пробовал один раз по моему меня сладкая попалась больше не хочу нет очень лук попадает сегодня будете дальше угадывать и жрать невкусные конфеты или сказать вам ответ это крыса в общем то это на самом деле африканская сумчатая крыса которая с обычными находится в дальнем родстве но не отменяет того что все-таки это крыса сапер такие дела могу даже картинку показать мне покажи парочку сказал я стал что свиньи до работают саперами что я сейчас сказал да и не работают саперами можно вырезать и я ставить свиньи саперами пятый вопрос из-за провального разминирования бомбы этот персонаж получил ожоги ладони и кистей рук третьей степени о ком речь свинюшка сапер подумай хорошо потому что я думаю нет и подумает очень серьезно да конечно это термин куда ты знал событие было показано в сюжетном ролике посвященном новой оперативнице аруне как он получил свой раз таки вот я его смотрел больше тогда когда играл сейчас интеллект интересный интеллектуальный вопрос для умных 6 для данила для меня конечно писатель том квэнсе писатель том квэнсе смог предсказать значимое событие которое произошло в начале двадцать первого года нынешнего а как думаешь о чем речь а но коробка windows 21 в этом ну значимое событие уже произошло вот но это то что да там америке то просто там крушение этих дирижаблей такой нельзя ну давай конкретно что там произошло я не понимаю до сих пор что-то прежу там ужас какие-то там что-то эти штурмовали капитолий штурм капитолия совершенно верно значит аналогичный эпизод был описан в романе этого писателя долг чести в девяносто четвертом году я не буду я девяносто четвертом что потому что он сначала сказал что это коробка windows а потом второй раз отъедел так что я не правильно зачитаешь ты ешь я съем но оба мне надо зачитать за такой да ну бабы зачитаю конечно на стороне вкусненькая кс это медваз поряд мерзками уже весь рот просто понятно в чем и следующий вопрос для always а этот оперативник тесно связан со скандинавской мифологией так его гаджет называется в честь дочери локи и повелительницы мира мертвых гаджет скандинавская мифология абсолютно был уже какой-то похожий вопрос скандинавской мифологии не слышал но если гаджет то это не оликс правильно ну что у нее нет гаджет у него отличный гаджет еще разочек вопрос можно я вот не понял ничего оперативник тесно связан со скандинавской мифологии у нее даже в никнейме есть необычный символ так его гаджет называется в честь дочери локи и повелительницы мира мертвых ну все понятно абсолютно ног да откуда ты знаешь да ты мне подсказку а вот эта подсказка мощнейшая была подсказка символ в ее никнейме я уже говорить не могу с этими конфетами свинюшку давай ешь а я ты че а я ответил а я и не угадывал в принципе ну да я же ответил отвечает то ты кушаешь да ну вкусный слава богу что попалось это прям вообще обалденно мне кажется тут вкусы нереально угадать мне можно не ту дифруть попался переходим к следующему вопросу у лижена есть отличительная черта образа зубочистка она несет в себе сразу две отсылки одна внутриигровая а другая из мира кино за каждую названную отсылку ты получишь балл их две то есть отсылки абсолютно я знаю три даже отсылки первое первое связано сверху внутриигровая первое связано самого целая до на него самого это уже первый балл отсылка связано с миром кино это второй балл я думаю получен был в мире кино кто зубочисткой был зубочистка кто был персонаж зубочистку . представляешься нет давайте попробуем сначала первое внутри игры rainbow six it на что отсылает его зубочистка належно належно но на что конкретно то что он зубочистку на иголку его гаджете в совершенно у него минус как же легко ты мне дышь подсказки ешь овец получают очко так и в мире кино пытаюсь представить кого-то персонажа кино но не могу не в только этом томас шелби из козырьков вылезает ну это такой же азиатский чел как и лишь азиатский брусли нет современной более был короче такой герой гонконгских боевиков которые во многих фильмах где он участвовал либо с зубочисткой либо со спичкой в зубах появляется не знаете такого нет ну ладно тогда чего тогда ладно а может знаете такую игру стрэнгл холд вот значит там этот чел участвует тоже чего юнфат называется он во многих фильмах появляется с зубочисткой чувак чоу юнфат чоу юнфат да 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 герой всяких стрелялок да ладненько ну ладненько тогда еще пока кому ли не зубочистка иголка есть нет ядом он ее просто наяривает да в десну сразу сразу просто на 240 чисто откиснуть и на камерах сеть переходим к следующем вопросу сейчас для овеса будет вопрос какой герой из мира видеоигр стал прообразом маэстро это прям классический герой такой да 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 абсолютно верно я не знаю марио да совершенно верно это марио был как ну вот так он похож чисто внешне списан с марио марио на кого он марио по марио я вот думал марио вот он сможем там сигары стыднул некую марио но потом решил марио сказать ну да это совершенно верно да видишь какой я умный так сейчас сложный вопрос для умных можно за него два балла закинуть а чем не вопрос со стороны атаки есть два опера британского происхождения это не конец вопроса но ты можешь уже подумать следующий ого как так но это знал один из них носит фамилию известного британского политика назовите ее имя и должность маргарет тэтчер а ты же отвечаешь это не твой вопрос я бы не ответил серьезно да ну ладно кто она политик ну да какой-то честно под вид поле известный но это как вот очень круто она живая нет нет но она в восьмидесятых было премьер министром а чё мне сюда дают вообще есть ответить что нет ну ты ответил на половинку вопроса в общем-то ты назвал имя но не должность поэтому один балл тебе можно за скинуть моментально такие дела я вот знал маргарет а ему ничего не дают а ему конфетку на тукс я думал ему за суджа течера что дадут но не это как бы я так просто ну да между делом нормально очень хорошо тогда переходим к следующему вопросу для овеса 7 января этого года у team empire вышла фирменная раскраска для пистолет-пулемета 9x19 vsn назовите настоящее имя оперативника обладающего данным стволом вообще такая пушка гонка просто скин ты видел это обалдеть а рекламу видел которую мы с данным снимали и с джойстиком просто ужас если кто не видел моментально на канал team empire да и вот это просто пушка это еще мясо имя ты знаешь никита не александр не не вкусно вот походу доски жестко да давай дальше настоящее имя капкана если кому интересно максим басуда то есть он максоне получается и родился он в городе коврове максоне что-то в области до максоне я знал из себя оперативника назвали нет меня в честь капкана назвали кстати я у родителей спрошу хорошо значит следующий вопрос для дана предпоследнюю же но она включена в программу для одаренных детей и завершила свою первую стажировскую в местной техно компании уже в 16 лет ее пригласили в майте на специальность электротехнической инженерии где она получила несколько наград в области микро и родители нет финиш нет твич хватит неправильного нет нет соп давай забудем теперь этой очень по новой схаваем по конфетке и по новой начнем подгадывать 4 конфеты в рту отлично попробуй их прожевывать все-таки их надо глотать по итогу вкусняшка попалась обалденно это по моему тухлый помидорчик не залетел сейчас прям отлично еще это оперативник очень умный какая-то женщина да каиби да ладно нет все неправильно менять остается из оперативниц айкью да правильно как же легко поздравляем ее еще в ланок на руне и ее интеллектуальные способности даже отражены в общем-то в ее никнейме 0 0 айкью айкью равно zero да да так что переходим к последнему завершающему вопросу сейчас мы always закинем еще один бальчик вот так вот раз ты уже конечно у нас к нас уйдете в прошлый раз кто вы нищая была но я тебе позволил там я не смотрел нет я дура смотрю два раза заключительный вопрос на 2 балла еще один вопрос про айкью и элитка представляет собой зеленый спортивный костюм известно вам и кассетные аудиоплеер к чему согласно мнению сообщества отсылает данный образ спортсменки которые бегают по утрам она из германии так германии отсылает подумаете это зеленый спортивный костюм и кассетный аудиоплеер фонку чему может ссылать зеленый костюм и аудио и германии и германия и айкью тем более ножка рекламе какой-то кассетный аудиоплеер какого у нее кассетный аудиоплеер это значит она в каком-то временном промежутке правильно абсолютно каком примерно примерно в помощь этот фильм про рокки нет нет это не кино сошел на это отсылает к реальной германии в общем-то реальный а есть него невероятно я имею ввиду трушную историю государства вот восьмидесятые годы значит player у нее кассетный и зеленый и костюм какой-то какой-то там из восьмидесятых тоже как бы она как бы оперативник да но может быть что это за костюм такой полицейский костюм был такой вот это ну как бы да но хочется окончательного ответа что это для чего костюм этим полицейским то бегать за наркоманами чтобы сливаться с толпой я не знаю чтобы да поэтому тут написано спецназ на груди нет этот костюм зеленый и кассеты player ну кассетный player просто отсылает к 80 его можно уже отметить то есть про зеленый костюм разговаривать да зачем он спецназу немецкому спецназу его из восьмидесятых на самом деле ничего ничего сверхестественного не надо придумывать для тренировок совершенно верно это просто тренировочный костюм немецкого немецкого и полиции я самый первый сказал костюм человек кто занимается спортом ужас просто тренировок костюм такие дела в общем наш выпуск подходит к концу и always закончила со счетом 7,25 балла а дан со счетом 3 балла чего меньше чего хотелось бы напишите что это все подкрутка у меня было 13 баллов в данном несмотря на то что 13 вопросов было задано 13 баллов и то я там полбалла мне максонин не стал давать когда я уже начал рассказывать историю зеленых костюмов спортивных но машнить надо было чё делать машнить машнить судьи это кто не судьи вообще обалдели